Еду к морю отдыхать, крымским воздухом дышать И к большому каньону дойду Ветер с моря обдувает и песчаный берег манит Я про Крым друзьям расскажу Пришли мы к Гурзуфу Все, кто мне писали, что Гурзуф это райское местечко Давайте посмотрим, что же это у нас за райское местечко Насколько здесь чистая водичка Так, эта касса у нас здесь Моспорта Уютное кафе с видом на набережную Называется кафе Мерхаба, что ли? А, нет, Мирада, по-моему Так, безалкогольные напитки, сок свежевыжатый 300 рублей Так, зачем нам напитки? Давайте еду посмотрим А, здесь? Да я что-то есть-то не хочу Мы же уже ели недавно А, если только мы здесь ужинаем будем Вареники 350 рублей Адалар 380, это мидии Арзусу пюре Даже такие названия, не знаю Чезаро, Райхан Это чьи пафы-то вообще? Хойхабэрхасы Тоже татарское, что ли? Седло молодого барашка Приготовленного на гриле 680 рублей А, Мираба Мираба, шашлык Мираба, баранина 280 рублей в общем Мираба Вот такой вот уютный Кафе, ресторан здесь На пляже Ну, а мы сейчас с вами поднимемся наверх Тариночки разные Чирхилла продается И дальше тут еще вон Целый ряд торговых палаток Можно прикупить себе Шляпку, платьице Деткам какие-нибудь плавательные средства Кто плавать не умеет Ну что, запах здесь какой-то такой Ресторан Чехов Есть Ближачки вот такие вот А сколько вот такие вот стоят лежаки? Вот такой 1300 1300 такой стоит С матрасиком Вместе Большие полотецам памятные Крым С картой Крыма Если кто забыл На полотенце можете посмотреть И вспомнить Вот чебуреки продают здесь Местные Почему не такие? Ну здесь А, нет Вон жарят Здесь их на сковородке Чебуреки Здесь с мясом 80 рублей Самса тоже 80 рублей Так, купила 0,5-ю водичку За 45 рублей У нас в магазине Она 25 стоит Здесь 45 Цены Пляжные Пляжные Еще одно Такое Такое Видовое Кафе С видом на море Видите Здесь даже специально Тем То, что это Моретерапия Я так считаю Что когда вы сидите Что-то пьете Едите И смотрите на море Это моретерапия Так, туалет Платный 20 рублей Это я уже Привыкла 20-25 рублей Здесь везде Туалет стоит Тоже с такими же Дырками Как Как и в парке Поляна Сказка Так, ну и спускаемся На сам пляж Здесь у нас Лежачки Лежачки Можно, наверное, взять В аренду Сколько стоит Пока что Не вижу Пляж закрыт Так, это там Здесь Какие-то поролоны Лежат Их потом натягивать Наверное, будут Скорее всего И Вот оно Море Вот оно Море И здесь Вот По всему Крыму Вот так вот Все участки Отделены Вот этими Вот Буя Буя Он, по-моему, называется Я его называла Волнареса У них это Буй называется Видите От одного Буя До другого Буя Но людей Много Купаются В основном Дети Уютное Местесико Гурзов Но по мне Так вот В том отеле Где мы сейчас Отдыхаем Мне очень нравится Что там Как раз таки Уединенный пляж И очень мало Народу Здесь все-таки Людей уже Побольше Но зато На пляже Видите Бонусом Можно все купить У нас если закрыто Так ничего не купить Все закрыто Нужно куда-то там В ближайший магазин Идти минут Ну так 10 А здесь Вы можете Сюда подняться И здесь все купить Что же там Все у нас Интересно Объявляют Катформы Кстати Здесь для лежаков Сделаны Настилы Такие Деревянные Так Пиво Горячие напитки Сколько что стоит Чай 30 рублей Пиво 70 рублей Сидор 100 рублей Лимонад 50 рублей Еще Палатка С чебуреками Тоже по 70 рублей Здесь чебуречки Камни здесь Какие-то такие С розоватым Оттенком Слушайте Но я не ошиблась Это издалека Видно Здесь Очень-очень Много Медузок И Хвои По всей видимости В море Вот за что Я люблю Средиземное море Больше Меня спрашивают Почему Средиземное Почему Средиземное Я сейчас Вам приближу Но я думаю Что отсюда И так видно Посмотрите Какое количество Медуз Точно Купаться В этом Я не хочу Я думала Мы сейчас Искупнемся Ну вот В общем Грязное Грязное море Здесь Но оно Вот так вот Участками Вот здесь Вот участок Есть Там дальше Нет Туда дальше Уплываешь Нет Ну вот Вот здесь Комна Комната Комнату Квартиру Одна Две Комната Одна Комната Сколько стоит В общем Нижний этаж Полторы тысячи Верхние тысячи А потом будет дороже В два раза В июле Да Ну это у вас У моря Да Ну да Вот Где вы сейчас Я выбрала И называется Первая линия А это Первая линия У моря Ну в общем Это недалеко До моря Там пять минут Максимум В общем Напутешествовали Сегодня По полной Программе А теперь Довольны И счастливы Вернулись К нам И если бы Мы Была бы Такая возможность Сегодня Наверное Вообще Никуда Они выходили А просто бы Сидели бы У нас здесь На море Смотрели вдаль Лежали На камушках Ну мы видите Какие неугомонные Все таки По возможности Посмотрели все Так чтобы потом Не было претензий Ну что же мы там На пляже Все пролежали И ничего не увидели Все увидели Сейчас Оставляем эти рюкзаки Дома Небольшая передышка И идем здесь В местное кафе Кушать Смотрите Какая у нас Лепота Тишина Самое главное Никого нет То есть Очень-очень Мало людей Прям вообще здорово Оказывается Рядом с нами Мы сейчас проходили Его с другой стороны Санаторий Горное солнце Находится Вот это вот Здание Это санаторий Горное солнце И пляжик Вот такой вот Есть Где можно Зайти С берега И покупаться Представляете А мы не знали Но теперь Будем знать Что вот такое Чудесное место Чистое Сейчас подойдем Посмотрим Медузы есть Нет Рыба точно есть Раз рыболовят Рыбаки Вот такое вот Кристально чистое море Вода вообще Чистая-чистая И даже Медуз не вижу Дорвали Что называется До клубники Сегодня Целый день Ходили с рынка Купили эту клубнику Но мы ее Она у нас Немножко помялась Но клубника Очень хорошая Очень А так Вот смотрите Сидим мы На набережной С Оксаной Поговорили сейчас Со своими Родными И близкими Любуемся Вдаль На море Сейчас там Сказали Будут готовить Сегодня Барабульку И ставриду Ставриду Не пробовала Ставрида Вкусная Очень маленькая Ставрида Тоже маленькая Но они вот такие Ну не знаю В общем Сейчас пойдем К нам в ресторан Туда Итальянский Итальянский ресторанчик Или французский В общем С такими С таким интересным Очень Интерьером Интерьер очень красивый Да В ресторане Очень Такие вежливые люди Работают В общем Я хочу Что сказать Что Крым Оставит в нашей памяти Неизгладимые впечатления Не оставит А оставил уже Мы столько всего Посмотрели Вот И вот Все что мы смотрели Все очень Очень понравилось Юсуповский дворец Господа Идем в Юсуповский дворец Смотрите Идем Забор Дворец Где Там Потому что Здесь получается Что никаких Указателей нет Вот такая вот Тропа Если вы едете Не с экскурсии Не на такси А вышли С обычной Автобусной остановки То Толком не понимаете Идем мы В Юсуповский дворец С вами вместе Посмотрим Что он из себя представляет Что представляет Из себя территория Рядом с ним Такой вот билетик Нам выдали Карта гостя 550 рублей Стоит посещение Дворца Здесь же Выдают Карту Что очень удобно Потому что Территория Довольно таки Большая Чтобы понять Куда идти И где И что найти Довольно таки Сложно Так Здесь есть озеро Но я так думаю Что вот судя по карте Вот смотрите Я так это Для того Чтобы понимали Вот она Карта маленькая И куда нам Подниматься Но я так думаю Что как всегда Вот здесь Вот по этим Ступеням Потому что мы уже По ступенькам Да Вверх к озеру Понятно Спасибо То есть тот Кто Легкий путь Ищет Тот может По дорожке Пройти Тот кто Худеет Как мне пишут Лена Почему вы не худеете Вот худею Видите Поднимаюсь Вот по таким Вот лесенкам Туда-обратно Туда-обратно Экскурсию пока что Еще мы не слышали Сейчас она в 5 часов Начнется Там наверху Такое ощущение Что золотой Ленин Стоит Может быть Я ошибаюсь Надеюсь На экскурсии Нам это Расскажет Вот это Дерево Смотрите Если бы я была Пушкиным Я бы увидела Это дерево Я бы написала Стихотворение Потому что Этому дереву Очень-очень Много лет И оно Реально Очень большое Вот это Вот Маленький Плавательный Бассейн Написано Под цифрой 17 Колоннада Ну я думаю Что нам сейчас Все это расскажут Вид отсюда Конечно Красивый Но Парка Ивазовского Конечно Намного Красивее Здесь Такая Скульптурка Писающего Мальчика Такой прикольный Еще вот Кстати Когда дети Они маленькие У них у всех Вот такое Пузико Когда они Голенькие Пузико Вот так Выступает Смотрится Очень красиво И не используется Всего плотных Поговая Достройка История Этих мест Начинается Еще в 1824 Году Тогда землю Подножия Гори Петри Приобретает Анна Сергеевна Голицына Архитектором Эшлеманом Здесь Для нее Возводится Розовая Дача А вокруг Розовой Дачи Талантливым Садовником Карлом Кебахом Львов Трогать Нельзя Благодарю При содействии Директора Никитского Ботанического Сада Разбивается Великолепный Парк Которым 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 Мы можем Любоваться По сей День Изготовлен Итальянским Скульптором Артуром Риджа В городе Венеция Сюда В Крым Были Доставлены Морским Путем Львов Еще Трогать Не Рекомендуется Поскольку Покрыты Они Специальным Составом После Этого Я рекомендую Львов Потрогавших Помыть Руки Настоятельно На Стабличке Не просто Так Здесь Как можно Заметить Льва Особая Страсть Юсукова Только На этой Небольшой Площадке Мы можем Насчитать 12 Львов Обычно Наши Бусти Насчитывают 10 Сразу Подскажу Скаменечка Прямо За фонтаном Ее Две Ножки Еще Два Каменных Льва Крылатые Львы Грифоны Это Небесный Петровитель Евангелиста Марка Под Эклапан Священное Писание В Две Латвине Написано Мир Тебе Евангелист Мой Марка Два Львенка По бокам От фонтана Раньше Украшали Собой Подбережье Имени Исуков Проспиралось Пло До Самого Моря Исуков Крампак В 1912 В 1913 В 1913 В ревновке Марка Вместе С Обосточной Проте И с Марией Кудровной Они Отправляются На Мальку Затем Перепираются В Таре Позже Отсеют Париж Ожидуя Жарные Думали Что Через Два Месяца Волнение Уля В Заня С Как Мы Знаем Это Уже Не Случилось В 1912 В Русюков Они Представлены Стильными Ренессанс Балкон Агританский Мы Сейчас Можем Увести Только В одном Помещении Белой Парадной С Вусюковской Столовой Ее Обязательно В конце Экскурсии Посетим Здесь Жить Можно На этом Балконе Вид Отсюда Открывается Из Воронцовского Дворца Лучший Вид Через Парк Через Огромный Парк А здесь Все-таки Зелени Не Настолько Много Сколько Воронцовского Сейчас Гид Объяснила Что Все Дворцы Были Построены На Высоте 120 Метров Над Уровнем Моря Не Случайно Потому Что Здесь Совмещается Воздух Деревья Уникальный Климат В общем Фитонцидами Насыщен Воздух И Вылечиваются Все Заболевания Особенно Бронхолегочные Так А сейчас Пойдем Посмотрим Сталинский Покой Сказали Рос Чувствиешь Красивый Рос Картины Красные Дорожки Но я так поняла Что видите Это все Уже Было Разграблено В свое Время И это Уже Больше 45 Год Здесь Добрый Добрый Клуб Ну Вы Добрый Уже Прямо Добрый Уже И Здесь Мы Управливаются Мероприятия Обеды Наскорбят Какие Конференции Наушного И наушного Харапта В общем, как правило, останавливается на высадочном заряду по Росе и мы добавим сейчас на высадочном заряду по Росе и на сдачу в Ялте. Мы с вами в Сталинском оборудовании. Сюда попали по типичному от КВД-шному коридору. В состоянии оборудования 14-х комнат, сейчас мы в приемной и осенью. Дополнительный выход был вырублен специально для него в 45-м году. При усугу, как помню, была глухая сна, с кристинным фонталом, в очередь на фотографии мы обладали краску и видят. Кстати, бронзовую девушку из этого фонтала можно увидеть буквально в этом окошко. Остальное надо дело, чтобы из каждого помещения было по два выхода. Это соответствует кавказской и грузинской традиции построения жилого помещения. Но кроме того, он будет эффект исчезать и более эффектно появляться. Тоже, товарищ Власик, начальник его личной охраны, знал о сколько, через какую, друзья, товарища Сталина, куда подавать. Мы с вами в рабочем кабинете товарища Сталина. Самый интересный объект здесь, это, конечно, рабочий стол. Именно здесь товарищ Сталин сидел, подписывал текущие документы, курил трубку, знакомился со свежей прессой. Это наши дни под стеклом. Газета «Правда» от 13 февраля 1945 года. С основными итогами Ялсинской конференции. Мы с вами обратно перемещаемся в Сталинский фонталер. И сейчас проследуем самое красивое помещение в одном фонталере. Шелкография, портрет, порчная работа. В состоянии гипс из отдельных пупешков очень складывали общий артемер. Украшена столовая тремя арками. Самая скромная оборудована дверной проем. Называется архи-порт. Самая большая отделит помещение визуально на две части. Постретельная столовая и рабочую зону скамин. Также выполняет функцию музыки. Но из-за лампы скрыта еще и за декоративной аркой. Также лежала еще и ковровая покрытия входа от самой большой арки. Но самый яркий автор столовая, конечно, камень. В отличие от двух других, камень были на фоне перестраиваться. Сохранится все из выпускных времен. Сверху нахрят белый камень, усеченный в пирамиде. Такая фотография была сделана в 1920 году с видом на бассейн. Сейчас мы пойдем с вами посмотрим. Вот так вот, смотрите. Свет сейчас не передают, но они зелененькие. Видите? Да, зелененькие изумруды в глазах у льва. Настоящий, видите... Мрамор, да, сказали? Изумруды искусственные. Нет, изумруды искусственные. Из настоящего мрамора сделаны. Это лев, то есть это его настоящий цвет, не крашеный, ничего без каких-либо добавок. Ну, вот так вот мы спустились, обогнули дворец с какой-то, с правой стороны, получается, и спустили здесь вот такая вот живописная картина. Кругом деревья, очень красивые кусты с розами, с потрясающими розами. И здесь таких несколько прудов. Ну, вот что хочу сказать. Вот если вдруг кто-то собирается ехать, и очень мало времени, да, то есть как бы там стоит вопрос посетить какой-то из дворцов, там, допустим, Ливадийский, Юсуповский или Воронцовский. Вот чисто мой вкус, вот что мне больше всего понравилось, мне понравился Воронцовский дворец, потому что рядом шикарнейший парк. Луптинский парк, великолепнейшие виды, лебеди в прудах плавают. То есть вот если, допустим, время ограничено, то я бы лучше посмотрела этот парк. А если время позволяет, можно, конечно, посмотреть все. Но самое первое место для посещения, это, конечно же, парк Айвазовского, потому что он вообще восхитительный, выше всяких похвал. После того, как ты видел те парки, этот парк уже немножко по-другому воспринимается. Я не говорю, что он мне не нравится, он просто немножечко попроще. Здесь тоже уникальная природа, фонтанчик. Вот такие вот кувшиночки здесь. В любом случае вам запомнится что-то здесь. Вот чем можно любоваться бесконечно, это, конечно, цветы, которые здесь везде, вот на территории Ялты, вот того побережья, которое мы проехали, вы считаете, Ялта, Алубка, это розы. В Севастополе видели восхитительный куст с розами. Такого я вообще не видела, они там такие. Он очень высокий. То есть вот эти высокие розы, а там вообще высокий. Вот этим можно бесконечно любоваться. И вот такой у нас ужин. Так приятно. А тебе заботятся здесь как дома. Принесли вот такое вот вино в ведерке. Ну, вино мы сами купили, они нам его открыли. 220 рублей бутылка вина стоит. Бастардо или бастарда, как правильно. Охлажденное. Принесли вот такую вот цвечку. Салатики сейчас принесли. У меня уже такой, видите, по голосу умиротворенный. Умиротворенный голос уже. Все, любуемся. На море сидим, на пламя свечи ждем. Мясковый сейчас шашлычок принесут. Вот такое вот принесли блюдо. Это картошечка жареная на мангаре. Надо попробовать, кстати, на даче так пожарить. И шашлычок. Ну, плюс еще салатик. Ребята только открылись, поэтому у них вообще ничего больше другого в меню нет. А вот это вот знаменитый сладкий, ялтинский этот лук. Он очень вкусный, сладкий лук. Если бы не Магаш, можно было бы взять домой. И вот в такой уютной атмосфере заканчивается наш день, вечер. В общем, день у нас сегодня был очень-очень насыщенный. Нам понравилось безумно. В общем, Крым шокировал своими красотами, своим уникальным климатом, который здесь есть. В любое место, в какое не поедь, везде есть какая-то достопримечательность, которую стоит посмотреть. Бесподобные мысы, виды с этих мысов, с гор. Вот сегодня Айпетре мы посмотрели. Очень порадовала эта экскурсия. Поэтому стоит сюда поехать, просто чтобы познакомиться вот со всеми с этими красотами. И поверьте, восемь дней это очень мало. Это прям совсем чуть-чуть вы что-то сможете посмотреть. И то вот в таком бешеном темпе, как мы, я думаю, что мало кто выдержит. Ну и всем огромное-огромное спасибо, что вы с нами, что вы поддерживаете нас, что вы пишете свои комментарии. Если видео понравилось, поддержите, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Не понравилось, поставьте дизлайк, значит, соответственно. Если кого-то канал нервирует, тогда вообще не понимаю, зачем нервы себе мотать. Лучше просто отписаться. Ну а если кому-то нравится, то большое спасибо, что вы смотрите. Как всегда всем добра, удачи, позитива. Увидимся с вами вновь. Пока-пока.